Здравствуйте, уважаемые зрители! До Нового года остались считанные дни. Думаю, можно подвести первые итоги уходящего года и поговорить о планах на следующий год. Сегодня у нас в студии директор Ленинского мемориала Лидия Геннадьевна Ларина и главный дирижер Ульяновского симфонического государственного академического симфонического оркестра Эдуард Александрович Дидюра. Здравствуйте! Ну, наверное, поговорим сначала об уходящем году. Чем запомнился этот год? Вы знаете, я, наверное, слово передам главному дирижеру, потому что симфонический оркестр, академический губернаторский оркестр считается визитной карточкой нашего региона и такой самый активный участник наших концертов и всех программ по линии филармонии. Поэтому мне бы хотелось услышать это больше от главного дирижера и потом дополнить ощущения. Вы уже легендарно сказали о том, что главный дирижер, это, наверное, было самое яркое событие в этом сезоне в моей творческой биографии, поскольку я получил приглашение и должность главного дирижера Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. Для меня это очень почетно и статусно. Я очень доволен, рад, счастлив, что я могу иметь возможность работать с этим замечательным оркестром. Ну, а может, какие-то Вы выступления отметите в этом году? У нас каждое выступление – это событие. У нас был ряд ярких программ. Мы исполнили давно неисполняемую музыку в Ульяновске. Это романтическая сифония Брукнера номер 4. И исполнили 200-летие Рихарда Вагнера, две его великие увертюры. Это «Тангейзер» и «Летучий колландец». Также у нас была очень яркая программа, первая, наверное, исполненная, да, Лидия Геннадьевна? Это была программа рок-хиты, классика рока, которую мы исполнили трижды в городе. Сначала в Ленинской, в Усадель, в Летний, потом на День города. И завершающий финальный, так сказать, аккорд этого концерта был в губернаторском дворце. Там 1100 мест у нас был полный ошлаг. Ну, все отметили эти концерты, да. Да, ну и помимо этого, конечно, это была разнообразная программа классической музыки, и Витховен, и Чайковский у меня будет. Ну, об этом попозже немножечко. Да, это мы, да, хорошо. Вы знаете, я хотела бы сказать, что каждая организация живет проектной деятельностью. И Ленинский мемориал не исключение. Именно мы сегодня разговариваем о нашей филармонической деятельности. И подводя итоги, хотелось сказать, что концертная организация, она живет концертным сезоном. Вот сейчас у нас проходит 79-й концертный сезон, который стартовал в сентябре на стыке, вот, лета и осени, и заканчивается уже в 2023 году. Если говорить и о финансовом годе, то я хочу сказать, что год очень успешный. Успешный на разные события, потому что, закладывая в свой принцип построения всей творческой деятельности именно проектную деятельность, конечно, хотелось бы отметить наши крупные проекты, такие как «Мир, эпоха, имена». Эдуард Александрович сказал о том, что у нас очень успешно реализуется проект, который проходит в летний период, июнь, июль, август. Это наш летний сезон в усадьбе, который настолько сегодня популярный. И сама территория, и центр, значит, городской нашей усадьбы. И все это очень лаконично связано с историей и искусством, и с музыкой. Конечно, хотелось бы сказать, что наш проект «Мир детства», который мы реализуем уже много-много лет, поддерживая наших талантливых ребятишек Ульяновской области, и в этом году были также несколько программ, связанные с и продвижением наших ребят, и, конечно же, проведении мастер-классов для них и приглашениях на наши мероприятия. Этот год очень интересен был тем, что впервые прошел фестиваль «Моцарта». И в следующий год мы решили продолжить, и губернатор Алексей Юрьевич сказал, что этот фестиваль должен быть на Ульяновской земле. И в следующий год это будет второй год в нашем регионе, второй фестиваль, связанный с именем выдающегося венского классика. Что касается еще о проектах. Наша организация всегда связана не только с какими-то своими программами и с исполнителями, прежде всего, конечно, это сотрудничество с крупными организациями. В этом году мы продолжили свое сотрудничество с Московской государственной филармонией. Мы хотели бы сказать, что многие наши концерты именно связаны с именами и солистами Московской филармонии. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить от всего коллектива, от симфонического оркестра, в частности, руководство филармонии Алексея Алексеевича Шалашова, потому что это действительно то сотрудничество и те программы, которые направлены на регионы, приглашение крупных коллективов, а также солистов. Прежде всего, это финансовая поддержка. И мы понимаем, что в усилении к областному нашему финансированию, когда подкрепляется федеральное финансирование, есть возможность привозить такие масштабные коллективы. Допустим, не так давно у нас был камерный хор, хор Минина, известный коллектив во всем мире. В этом году мы продолжили свое сотрудничество с Домом музыки Санкт-Петербурга. И это тоже несколько программ, связанные и с талантливыми ребятами. И также мы обратились к нашей организации поддержать нас в приглашении солистов, известных солистов на всю Россию. И вот получилось два концерта, очень уникальных два концерта, в котором был приглашен Федор Амосов, который был и участником гастролей нашего оркестра в городе Казани. Я думаю, что это тоже яркое событие, гастроли. В этом году гастроли проходили у нас и с таким молодежным проектом киномузыки, музыкой, связанной с произведением группы кино, а также программа киномузыка. Поэтому хотелось сказать, что этот яркий год был на зрителей. С приездом Эдуарда хочу сказать, что себя позиционирует как человек, который занимается и музыкой, и спортом, и продвигает оркестр с современными какими-то композициями. Потянулась молодежь, очень много молодежи. И не могу не радоваться этому, потому что залы заполнены, и все программы на будущее, наши концерты, они уже на сегодня фактически проданы. Наш проект для ребятишек – это и детские сказки, новогодние сказки. Давайте сейчас отдельно поговорим. Впереди новогодние праздники. Многие будут отдыхать, каникулы новогодние, но у вас горячая пора начинается. Вот чем порадуетесь зрителей? Наверное, это новогодний концерт. Да, 31 декабря. К счастью огромному, у нас уже за 10 дней полный аншлаг, нет ни нового билета, поэтому мы не можем его рекламировать, мы только можем сказать с гордостью, что этот концерт у нас продан. И спасибо огромное нашим слушателям, нашим зрителям, которые будут на этом концерте. И, соответственно, у нас 15 января будет еще один не менее значимый концерт, это «Штраусгала». Это уже после новогодних каникул? То есть пока не говорим, да? Ну, давайте скажем. Ну, раз я уже начинал, да. Это аналог венского мюзикферайна, то есть когда каждый год 1 января пенский оркестр филармонический с различными мировыми дирижерами играют музыку династии «Штраусов». Мы такой же концерт решили провести в нашем губернаторском дворце 15 января. А вот 21-го тоже будет, да? 21-й концерт будет повторяться в Димитровограде. А, вот как. То есть увидят не только ульяновцы, но и зрителей Димитровограда. Это очень приятно. Мы хотели бы сказать, что каждый наш концерт симфонического оркестра народного и духового всегда записывается. Это наша фонотека, которая ведется уже много-много лет. И это правильно. Можно проанализировать и репертуарную политику, можно посмотреть и уровень исполнительства, и вообще, как бы создавая свой архив, историческую прежде всего, историю, как развивается и как существует, и функционирует наш сегодня ведущий коллектив. можно так называть региональный ведущий коллектив. Потому что сегодня, после поездки на фестиваль, так называемый сейчас симфонический форум в Екатеринбурге, по мнению критиков, мы входим в некое число, десятку региональных коллективов, ведущих симфонических оркестров. А что касается того, что вы говорите, увидит и город Димитровград, город Димитровград, я хочу сказать, это тоже одна из основных площадок всех оркестров, и в частности симфонического оркестра, потому что существует у нас такая система абонементная, и абонемент существует именно в городе Димитровграде. А почему я сказала, что записи проходят? Мы работаем всегда в прямом эфире, и поэтому сегодня вещание проходит, и не только город Димитровград, или Ульяновский регион, Ульяновская область имеет возможность слушать наши концерты, но и в городах России. Очень часто звучат пожелания, предложения и комментарии. Мы их принимаем всегда. Лидия Геннадьевна, ну все-таки про новогодние каникулы, что увидят, что взрослые увидят, что дети увидят? Вы знаете, программа, она настолько разнообразна, и она, конечно же, вся наша музыка академическая, прежде всего, здесь существуют и джазовые программы, нашего коллектива, очень любимого, известного, Академик Бэнд. Но я хочу сказать, что духовой оркестр сейчас настолько разнообразны в своей тематике, и новогодняя программа у них тоже пройдет, в общем-то, в стиле таких джазовых стандартов. А вообще программа сегодня представлена и уже стартовала у нас на 25 число. Это был концерт тоже традиционный, который очень долгие годы всегда исполнялся, и любят его люди ульяновска приходить к нам на эти концерты. Это музыка при свечах, где звучит произведение Гайдена. А то, что мы предлагаем сегодня с программами, это и программа народного оркестра с легким паром, построенная на советской киноматографии, связанная с музыкой советского кино. Но эта программа духового оркестра связана с ритмами Испании. Что касается 31-го, Эдуард сказал, что это концерт, который сегодня мы, в принципе, находились в каком-то неком диалоге с Эдуардом Александровичем о том, что стоит ли вообще проводить 31-е число, потому что время сложное, время непростое. И здесь, понимаете, как грань, очень тонкая грань, когда ты можешь и встретить Новый год, ты понимаешь, что жизнь не останавливается, и мы понимаем, что сегодня наши родные, близкие, близкие наших друзей находятся в военной операции, выполняют свой долг. Так или иначе, мы понимаем, что же происходит у нас в организации. И мы приняли вот такое решение с Эдуардом Александровичем, что концерт должен быть. Просто он будет построен из определенной такой тематики, и сейчас она в концерте выстроена. Это и классика, это и тема любви, это и тема, в общем-то, опереты. Опереты и то, что любят. Я думаю, что это действительно очень потрясающий, красивый будет вечер, где будет и Дед Мороз, где будут танцевальные пары. Не рассказывайте все, Лидия Геннадьевна, пускай это будет сюрпризом. Хорошо, я не буду рассказывать, мы потом еще раз об этом напомним, что же было у нас. Для детской аудитории это традиционная наша любимая тема – сказки с оркестром. В этом году мы приготовили три сказки. Симфонический оркестр работает со сказкой «Снегурочки». «Снегурочка» – сказка у народного оркестра, это волшебник изумрудного города. А вот духовой оркестр, он долго находился в поиске, и принял такое решение, что это будет сказка, связанная с темой того самого известного мультфильма «Мадагаскар». Называется оно «Новогоднее сафари» или «Глобальное потепление». Я думала, что каждый найдет для себя что-то интересное. Тоже сказки у нас на самом деле сегодня пользуются большой популярностью. И это правильно, что сказку нужно уметь слушать. И музыка, и трансляция, и наши сказочники сегодня приглашены из Драматического театра. И я так рада, что сегодня с нами и Максим Копылов, и Саша Курзин, и молодая талантливая артистка Варвара Шевченко. И вот такой у нас союз музыки и актеров Драматического театра имени Ивана Гончарова. Да, впереди ожидает очень много всего интересного на новогодние праздники. А вот что будет после праздника? Уже сказали Штраус-Галла, но будет, наверное, мир эпохой Мина. Сначала будет у нас Штраус-Галла, это 15 числа. Здесь же в этой неделе, рождественской неделе, который идет со 2 по 8, будет внутри наш фестиваль Моцарт и его круг. Приглашенный, главный приглашенный, Фабио Мастранджело, и художественный руководитель данного фестиваля, кто придумал, в эти два вечера будут выступать ребята из Мьюзик Холл. Это театр, в котором руководит Фабио. В этом году мы пошли достаточно скромно, но тем не менее музыка Моцарта популярна, известна, любима всеми. И мы с нетерпением будем ждать два концерта. Первый вечер он будет инструментальный, посвящен инструментальной музыке, этой фортепианой и концерт для Валторны с оркестром. А второй вечер он будет связан с самыми знаменитыми ариями из опер Вольгона Амады и Моцарта. Что касается дальше нашей деятельности, то нас ждет мир эпох и имена. Этот год, 23-й, весь мир, музыкальный мир, общественность наша, будет находиться к 150-летию великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. И мы не исключение. Наша программа, фестиваль будет строиться, конечно же, на музыке Рахманинова. И откроет наш фестиваль приезд национального оркестра под управлением Владимира Спивакова. И в этот же день наш симфонический оркестр во главе с Эдуардом Александровичем откроет концерт в городе Димитровграде. То есть открытие там будет? Нет, у нас параллельно пройдет две работы, будут две работать площадки. Город Димитровград будет встречать государственный академический оркестр Ульяновска с музыкой Рахманинова. И музыка Рахманинова будет звучать здесь, в центре города Ульяновске, в исполнении национального оркестра под управлением Владимира Спивакова. А дальше что будет? Кто приедет на фестиваль? А дальше мы... Как он строится будет? На несколько этапов разделить? Или все весной пройдет? Нет, мы проведем 15 концертов, в которых будут приглашены артисты, где будут и сольные исполнительства, будут лауреаты конкурса Рахманинова, который 22-го года впервые стартовал на территории Российской Федерации. В основном это будет строиться, вот я уже говорила, на музыке Рахманинова. Ну а впереди там еще, я думаю, будет не последняя наша встреча, мы еще встретимся и поговорим о дальнейшей вашей программе на весну, на лето. Думаю, это все впереди. Предлагаю вам поздравить наших зрителей с наступающим Новым годом. Остались считанные дни. Пожалуйста. Вледни, Дарья. Дорогие друзья, наступает Новый год, 2023. Мы хотели бы нашим большим дружным коллективам поблагодарить вас за то, что вы весь год были вместе с нами. Мы хотели бы вам пожелать здоровья, мы хотели бы вам пожелать счастья, мы бы хотели бы пожелать мира и благополучия всем нам и нашей большой стране. Счастья вам, любви, процветания, благополучия, достатка и, конечно же, любите классическую музыку. С наступающим Новым годом! Спасибо, что пришли. Вас тоже с наступающим Новым годом! Спасибо. Спасибо. Желаю успехов, удачи, ну и так далее. Здоровья крепкого, конечно же. До свидания, уважаемые зрители! Вас тоже с наступающим Новым годом! Счастья, добра, успехов, удачи, мира! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова